Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Готовлю в одной кастрюле голубцы и фаршированный перец. Я знаю, что у каждой хозяйки есть свои секретики приготовления этих блюд. Я покажу вам свой вариант, а также покажу, как я делаю фарш для котлет. Делаю все одновременно, быстро. В принципе, как и всегда, хозяйки все делают сразу. Коротко о моем фаршированном перце. Отварила рис до полуготовности 15 минут, высыпала в миску. Лучок жарится, большое количество лука поджарю, потом добавлю большое количество морковки. Это все вместе пойдет в рис. Из мяса сделаю сейчас фарш. Это начало перец. Вот, намыла гору перца. Сейчас я его почищу. Лука и морковки всегда люблю, чтобы было очень много. Так, вкуснее. Фарш я не покупаю. Фарш я всегда делаю сама. Вчера купила свининку полтора килограмма. Видите, порезала кусочками. Сюда одну луковицу. Сейчас на мясорубке все это перемолю. Учитывая, что здесь все-таки полтора килограмма, я разделю где-то одну часть, чуть меньше пойдет у меня в фаршированный перец. А чуть больше, это у меня будет подготовленный фарш уже на котлеты. Поскольку перца у меня, как оказалось, не очень много, а начинки будет очень много, поэтому я быстренько кинула небольшую капусту. Будет у меня в одной кастрюле фаршированный перчик и голубцы. Так, это есть, это есть. Мясо уже перемололо. Так, все. Капусту я вот в горячем виде вынимаю и под корпус. Листики обрезала. Все. Листики отделены, они уже хорошие. Сейчас все это остынет. Будем собирать. Займусь пока фаршем. Так, теперь доготавливаю фарш. Сюда вбила одно яичко. Так, теперь нам надо посолить. Каждая хозяйка на глаз уже знает, как надо посолить. Здесь у меня полтора килограмма. Посолила. Теперь пошли у меня специи. Куркума немножечко, черный молотый перец. Так, теперь что у меня из специи. Давайте немножечко молотый чеснок. Дальше паприка молотая. Так, куркума. Базилик. Да, немножечко сделаю базиликом. Да, есть. Со специями все. Теперь добавляю в фарш обязательно сметанки немножко. Беру 15-процентную. И майонезико. Совсем капелечку. Соловую ложку. Все. Сейчас все это вымешиваю и отобью фарш. Все. Фарш я уже вымесила и отбила. И вот у меня начинка для перца. Рис, он уже готов. Вот зажарки, много лунка, морковки. Теперь вот здесь полтора килограмма. Значит, я меньшую половину сюда в начиночку. Вот так. Много мяса. А вот эту часть включу в холодильник. Это завтра буду жарить котлетки. Все, у меня уже фарш полностью готов. Он со специями. Все, что остается, это сформировать котлетки и обвалять либо в муке, либо в сухарях. Пожарили и все. Таким образом у меня быстро будут завтра готовы котлеты. Так, теперь продолжаем с начинкой для перца. В начинку для перца я добавляю одно яйцо, немного сметаны, 1-2 столовые ложки. И что нам надо? Ну, рис я варила, он у меня подсоленный, фаршик тоже подсоленный. Поэтому сольки буквально так капулечку. Совсем немножечко досолить. Немножечко перца. И совсем немножко добавлю еще специи. Куркума будет красивая, желтенькая. Базилик. Ну, это все по желанию. Специи вообще по желанию. Я люблю экспериментировать со специями, а вы как хотите. Так, немножечко паприки молотой. Вот у меня специи вот таким образом хранятся. И дальше я из них уже беру то, что мне хочется. Немножко чесночка молотого. Все, сейчас все это вымешиваю и фарширую перцы. Начиняю сладкий перчик и складываю в кастрюлю. Кастрюля у меня большая, пятилитровая. Вот сейчас я начиню перчик, потом сделаю еще голубчики будут сверху и все вам покажу. Трудимся. Вот у меня уже кастрюля с фаршированным перцем готова. И я сделаю еще немножечко голубчиков. Вот сюда буду их складывать. Смотрите, вот эта капустка, которая осталась, я, получается, сняла верхние листики, которые стали мягенькими. А ее я буду использовать для борща. Борщ сделаю и потушить ее можно. Поэтому все идет у нас в дело. Все. И у меня получилось как раз полная-преполная кастрюлька. Пятилитровая. Это еды на два дня семье. Класс. Все есть. Теперь делаем заливку. Смотрите, в заливку я в отдельной миске смешиваю сметана, 15-процентная часть. Тут, наверное, три столовые ложки. Беру дальше томатный соус. Но сейчас я смешала. Вот это у меня томатный соус. Вот это у меня кетчуп из кабачков, который я готовила. Рецепт есть на канале Вкус 21 века. Ссылку вы видите. Это домашняя аджика у меня. Кроме этого я подсолю это все. И добавлю черный молотый перец. Как правило, сюда я добавила бы просто водички разбавить. И залила бы кастрюлю. Но у меня есть, я отваривала капусту. Есть капустный отвар. Это будет еще вкуснее. Поэтому я сейчас буду разбавлять это капустным отваром. Эту заливку хорошо перемешать. Я делаю всегда так. Вот перцы, голубцы. Практически у меня рецепт не отличается абсолютно. При том, что я смешиваю и сметану, и томатный соус, ничего не скисает. В холодильнике все хранится сколько надо. И день, и два, и три может храниться. Теперь этой заливкой. Так, залила сверху. И сейчас добавлю сюда еще вот этого. Вот это все сейчас я тоже вымою капустным отваром до полной кастрюли. Сейчас покажу. Все, я все залила. Поставила уже на огонь. Поставила максимум на девяточку. И буду ждать, пока сейчас кастрюля закипит. Когда все хорошо закипело, тогда я уменьшаю огонь. У меня это троечка. Из девятки троечка. И ставлю на 50 минут. Все. Накрываю крышечкой. И все у меня готовится. Так, все. Моя большая кастрюля еды уже готова. Смотрите, и перчик красивый, и голубцы красивые. Все вкусное. Я буду кушать перчик. Возьму себе вот такой большой-большой-большой-большой красавец. И тарелочку на обед я себе уже приготовила. Кладу. Делитесь в комментариях своими секретиками приготовления фаршированного перца и голубцов. Интересно, кто у него делает еще так, как я. Все в одной кастрюльке. Ну что ж, приятного аппетита. А в следующем видео я покажу, как я жарю котлеты из того фарша, который я сделала. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok